Короче, обращаемся к вам от СНТ Химик 1, от СНТ Химик 4, от СНТ Химик 2. Мы находимся в городе Энгельсе. У нас много семей с маленькими детьми, дети-инвалиды, взрослые инвалиды, старики. У нас нет электроэнергии. В этом году уже не первая авария. На данный момент, четвертые сутки, мы находимся без света. Нет света, нет воды, нет тепла. Дети болеют. Денег нет, чтобы покупать лекарства. Генераторов у нас нет. Выделили мне одной генератор. Спасибо большое администрации. Но кроме меня еще очень много семей с маленькими детьми. Взрослые тоже болеют. Денег нет на заправку. Мне генератор привезли. Еще раз говорю спасибо большое. Но в сутки я заправляю около трех тысяч на бензин. У меня нету таких денег. У меня пятеро несовершеннолетних. У меня ребенок инвалид. У меня соседка третьего ребенка должна родить на днях, находится в роддоме. Женщина. Мы все вообще в плачевном состоянии. Дома изо рта идет пар. Извините, пожалуйста, 90% поражения. Пневмонию я просто не переживу. Данные люди проживают в СНТ круглогодично. Другого жилья у них нет. Они там прописаны. Нас просто отрезали от всего. Прошу вас помочь. На данный момент вопрос решается с другой электросетевой компанией. Компания ПЭК, которая сейчас нас курирует, с первого числа прекращает свои действия. И она больше не будет предоставлять нам услуги. Вопрос когда и кто нас возьмет, как это будет происходить. И как мы останемся в эти праздники без электричества, с электричеством дадут нам его или нет. Если вдруг случится авария, если вдруг нам делают наконец-то, к кому нам обращаться в эти праздники. Нам некуда бежать. Нас никто не услышит. Это уже не первый раз. Это уже третья или четвертая авария за этот текущий год. Мы по двое-трое суток сидим без тепла. Нас слышат только тогда, когда уже вот такая критическая ситуация. Когда дошли и до администрации, и до прокуратуры. То есть нас просто не слышит вообще никто абсолютно. Нужно обязательно поднимать вот такую волну, чтобы кто-то до кого-то достучаться в принципе. Почему нам обязательно нужно собирать такой кипиш? Почему нельзя просто напрямую позвонив и попросив помощи, чтобы нас услышали? Нас слышат только когда мы начинаем звонить на телевидение, в прокуратуру, в следственные комитеты, еще в какие-то органы. Мы вызываем телевидение, в газеты начинаем писать. Нам что на самом деле прийти с кострами с маленькими детьми на площади, сесть перед администрацией? Ну это будет несанкционированный митинг. Нас за это накажут. Ну нам что делать? А потом наши дети болеют. Кто им возместит на здоровье? Лекарства сейчас не 15 копеек стоят. И взрослые болеют, и дети. 85% электрокотлы, электроотопления. У кого дровяной котел, все равно без насоса он не прокачивает. Если сейчас разморозят трубы, нам никто их не отремонтирует. От сырости портится мебель, здоровье людей. Ну я не знаю, как еще. Помогите нам, пожалуйста. Продукты в холодильниках испоркались. Нам говорят, что у нас брать другую компанию экономически невыгодно. Но извините, мы же тоже люди. Почему мы должны зависеть от чьей-то экономики и чьей-то выгоды? Мы тоже люди. Услышьте нас, пожалуйста.